Освобождение в 1945 году, Германия игнорирует эту тему и тем самым оскорбляет Россию, Берлине Рзейтунг, Германия, Гецале, Берлине Рзейтунг, Германия, 21 апреля 2020 года, освобождение немцев от национал-социалистов было заслугой не кого-нибудь, а советской армии, при этом немецкие политики никак не могут преодолеть себя и поблагодарить Россию за это. Позор. Летом 2019 года правительство и ведомство федерального канцлера Германии обсуждали вопрос, как в 2020 году отметить 75-летие окончания Второй мировой войны. Координируя свои действия, они задали соответствующий вопрос главе МВД, и тот сказал что-то о церковной службе, выступлении представителей политических кругов и возложении венков. Когда левая партия в ноябре поинтересовалась прогрессом в этом вопросе, правительство ответило, что опубликует всю информацию в соответствующий момент времени. Впрочем, одновременно было сказано, что госминистр Моника Грютерс, Моника Грутерс, примет участие в открытии небольшой выставки в германо-российском музее Берлин Карлсхорст, но не планирует иных мероприятий. Глава Министерства обороны в свою очередь также не планирует специальных мероприятий в казармах Бундесвера. Вполне возможно, что для нее кажется новостью тот факт, что Германия как страна, развязавшая Вторую мировую войну, отправила на фронт 18 миллионов немецких мужчин, и они участвовали в разорении и уничтожении Европы. Кроме того, правительство сообщило, что российское руководство пригласило федерального канцлера и федерального президента на памятные мероприятия 9 мая в Москве. Впрочем, приглашенные, которые с исторической точки зрения представляли бы силы, развязавшие войну на расовой почве, лишь сообщили по этому поводу, в настоящий момент изучается возможность участия в упомянутых мероприятиях. К президенту Путину можно относиться как угодно, но в этом историческом контексте он представляет народы России, семьи, молодых людей и стариков. И в этом качестве он в прошлом году не был приглашен на мероприятие по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии, а 27 января этого года, исключенность числа участников церемонии по случаю годовщины освобождения канцлагеря Аушвиц в Освинциме. И это несмотря на то, что именно советские солдаты освободили узников этой созданной немцами фабрики смерти, на которой было уничтожено бесчисленное множество людей. И подобные провокации продолжаются. Недавно кое-кто заявил, что Аушвиц освободили войска 1-го украинского фронта, советской армии. Правильно. Но, по словам упомянутых сил, это означает, что освободителями были в первую очередь украинцы. А вот это ложь. Фронт действительно назывался именно так, потому что его войска изгоняли немецких убийц с территории Украины. В отличие от Вальфганга Шойбле, Уальфганг Щаубле, президент Штайнмайер, Франко Алтерстейн Мейер, во время минуты молчания в ходе заседания Бундестага 29 января распространял эти бредни о Первом украинском фронте. Но эти бредни оскорбительны для русских и для других народов бывшего Советского Союза. Теперь 8 и 9 мая будет проблематично поблагодарить тех, кто освобождал наш город. Потому что, собственно, освобождал от кого? У нас говорят, что от нацистского режима. Но на самом деле большинство немцев надо было освобождать от них самих. Дорогие читатели, присылайте нам, пожалуйста, новые идеи по поводу того, как, несмотря на строгие требования по соблюдению социальной дистанции, можно доставить как можно больше цветов к памятникам солдатам Красной Армии и возложить их там, будь то в Терга-Артене, Трепте в парке или в парке Шонхольцер-Хайде. Как Берлин, несмотря на нынешние ограничения, мог бы выразить свою благодарность представителям антигитлеровской коалиции и детям и внукам солдат, словами, картинками, речами и музыкой. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.